есть мы зайдем под ним после того как мы заходим систему у нас сразу открывается раздел с конкурсами повторюсь что мы находимся на тестовом стенде поэтому здесь располагается только один лот и на его примере мы рассмотрим подачу заявки перейдем в него по нажатию на иконку создать заявку можно по кнопке создать заявку она располагается вправо верхней части также на странице конкурса располагается общая информация для ознакомления и приложенные файлы которые помогут вам более подробно ознакомиться с информацией мы не будем создавать заявку она уже у меня создана на ее примере рассмотрим как происходит ее заполнение и подача сразу вас встречает вкладка предквалификации здесь необходимо будет заполнить данные по организации и заявителю форма заполняется в режиме редактирования для этого нам необходимо нажать на кнопку редактировать и здесь заполнить поля обращу внимание на поле организация здесь вам необходимо будет ввести название свободной форме либо и н н н или о грн например мы вводим название и нажимаем enter у нас числяется поиск и сразу появляется выпадающий список со всеми организациями которые он нашел вы выбираете организацию и дальше есть зависимые поля которые автоматически проставляют значение по этой организации остальные поля вам необходимо будет заполнить вручную после чего вы заполняем после заполнения мы нажимаем кнопку сохранить и наша форма сохранена после того как вы заполнили всю информацию необходимо сгенерировать печатную форму у меня она уже сгенерирована здесь у вас вместо кнопки обновить будет кнопка сгенерировать и они собственно документ у вас автоматически сгенерируется после необходимо этот документ подписать для этого у нас есть иконка подписания при нажатии на нее открывается модальное окно подписания документа есть два вида подписания это с помощью плагина либо загрузить подпись с файла если у вас плагин не установлен а вы хотите им подписать то здесь будет располагаться ссылка которая будет вести на инструкцию как установить этот плагин и в принципе как подписывать документ чтобы подписать документ вы выбираете сертификат ну если допустим вы подписываете плагином и выбираем нажимаем кнопку подписать документ успешно подписан это мы видим потому что иконка стала зеленого цвета если вдруг будет какие-то ошибки то иконка будет красного цвета после того как наша форма заполнена печатные форме сгенерированы подписаны мы зарегистрируем нашу заявку это необходимо сделать по кнопке зарегистрироваться для подачи заявки на конкурс после того как вы ее нажмете ваша заявка приходит следующее состояние в котором ее проверяет модератор и если у модератора будут какие-то замечания либо комментарии он их оставит в разделе комментарии и соответственно заявку отправить на шаг назад вы сможете ознакомиться с этими комментариями и при необходимости ответить на них при нажатии на кнопку ответить но будем учитывать что мы все заполнили печатные формы подписаны поэтому мы регистрируем нашу заявку подтверждаем действие и у нас изменилось состояние заявки она находится в подана здесь как я говорила ранее модератор должен подтвердить ее я сейчас быстренько подтвержден эту заявку от администратора так обновляю заявку после того как заявка подтверждена вам на почту придет об этом уведомлении мы видим что заявка у нас теперь находится в состоянии формирование заявки и здесь у вас открываются еще новые вкладки предквалификация у нас теперь доступна только для просмотра появляется вкладка информация о конкурсе тоже в режиме просмотра здесь располагается еще дополнительная информация о конкурсе и также стоит обратить внимание что здесь располагается техническое задание по переходу по ссылке вы сможете с ним ознакомиться что поможет вам более корректно дальше заполнять информацию и еще есть вкладка организация здесь ее необходимо будет заполнить данными по организации также через кнопку редактировать и вкладка проект то же самое необходимо будет заполнить в режиме редактирования по соответствующей кнопке после того как у нас была заполнена вся информация на вкладках мы переходим к генерации и загрузке документов по соответствующей кнопке подтверждаем действие у нас меняется состояние и автоматически появляется еще одна вкладка которая называется документы здесь вы можете подгрузить документы вручную по соответствующим категориям они вот здесь расположены можно подгружать несколько документов как например у меня вот здесь и также есть еще один раздел с печатными формами документов здесь автоматически генерируются все печатные формы которые содержат в себе информацию ранее вами заполненную на вкладках организации и проект после того как мы загрузили все документы мы передаем их на подписание по соответствующей кнопке подтверждаем действие у нас сменилось состояние и появилась еще вкладка подписание на которой у нас располагается архив документов где который содержит в себе абсолютно все документы которые вы подгрузили ранее на вкладку документы и также все печатные формы которые были сгенерированы также ранее на вкладке документы этот архив нам необходимо подписать для этого мы также нажимаем на иконку подписания выбираем необходимый способ подписания и соглашаемся подписываем документ у меня иконка стала зеленого цвета подписание прошло успешно после того как документ подписан мы подаем заявку подтверждаем действие все у нас изменилось состояние стала заявка подана и также проставилась дата подачи заявки если вдруг у вас вы заметили какие-то недочеты в ранее заполненных данных на вкладках организация проект или других то вы можете отозвать заявку для этого необходимо нажать на кнопку отозвать заявку подтвердить действие у нас открывается еще одна вкладка отзыв заявки здесь необходимо будет подписать уведомление об отзыве заявок точно так же нажимаем на иконку подписание выбираем необходимый способ подписываем иконка становится зеленого цвета и дальше обязательно нужно подтвердить отзыв заявки по соответствующей кнопке после того как заявка отозвана вы можете создать новую заявку и заполнить уже ее там другими корректными данными у меня на этом все спасибо екатерина коллеги теперь немножко перестроим наш ход вебинара перейдем к ответам на вопросы которые поступили по почте официальной все поступившие вопросы условно можно разделить на вопросы касательно работы информационной системы и другие вопросы в целом по конкурсу по критериям оценки по подтверждающим документам заполнения форм мы сейчас ответим на вопросы по информационной системе далее слово передадим фонду и будем отвечать на вопросы по формам подтверждающим документам по работе в информационной системе поступили два вопроса из содержания конкурсной документации остается непонятным какие из документов за исключением сопроводительного письма генерируются а какие необходимо готовить в печатном виде судя по представленным системе формам практически все документы должны быть подписаны руководителем организации значит все документы кроме сопроводительного письма следует готовить в печатном виде а затем их сканировать отвечаем на вопрос сейчас и Екатерина вам это продемонстрировала и еще раз обращаю ваше внимание что в информационной системе у нас генерируется пять форм это по приложениям один два три четыре и приложения десять сопроводительное письмо сведения об участнике конкурсного отбора сведения о соответствии участника конкурсного отбора требованиям конкурсного отбора пояснительная записка и согласие участника конкурсного отбора на размещение в информационной телекоммунационной сети интернет информация о нем о поданной заявке остальные формы обязательные такие как справка о материально-технической базе о кадровых ресурсах справка об опыте форма финансово-экономического обоснования заполняется в виде excel файлов которые размещены также в информационной системе и предоставляются путем загрузки этих excel файлов в соответствующую категорию в системе подписывать эти файлы распечатывать сканировать не нужно так как у нас с вами идет подписание все документы заявки собираются в архив и подписывается электронной подписью весь архив документов заявки также обращаю внимание что дополнительно загружаются в информационные системы у нас с вами все подтверждающие документы к справкам и также документы подтверждающие полномочия лица подавшего заявку справка из налогового органа об отсутствии задолженности и если для вас это актуально то также решение о решение о подобрении крупной сделки второй вопрос в какой раздел и пункт в личном кабинете информационной системы необходимо загрузить письма от организации подтверждающие готовность использования результатов неогр указанные в пункте четыре критерия оценки заявок приложения 11 спасибо вам за этот вопрос благодаря этому вопросу мы оперативно доработали информационную систему и сейчас в разделе документы у нас есть отдельная категория которая называется подтверждающие документы пояснительной записки вот туда вы и размещаете все необходимые все вот эти ваши письма от заинтересованных организаций вопросы по информационной системе очень часто задают нам на горячую линию мы оперативно отвечаем поэтому пожалуйста пользуйтесь этим этой возможностью также мы сейчас сообщили что из-за технического сбоя у нас чат во время трансляции не работает поэтому пожалуйста присылайте все свои вопросы на официальную почту баз собака nkk.ru и мы постараемся оперативно на все вопросы вам ответить обязательно далее передаю слово Константину для ответов на вопросы по конкурсу в целом по критериям оценки подтверждающим документом Константин слышите меня по кримику доброй и что там у нас до